Символ семейной власти это пульт от телевизора, а символ единоборств это яркие нокауты. Приветствую вас нежные гориллы, с вами Федорович. А в этом видео мы полюбуемся на фантастические невероятные нокауты, в которые не поверишь, пока не увидишь сам. После драки кулаками не машут, но ногами можно. В этом эпичном поединке Хатаев четко угадал левым хуком Лаймоноса, у которого после такой плюхи разъехались ноги, а тело завалилось мешком на канвас. Но Хатаев решил ковать железо не отходя от кассы и горным орлом нанес еще один удар в прыжке, после чего рефери остановил бой. А вот для Лаймоноса все только началось и он беспощадно решил уничтожить канаты ринга. Если вы до сих пор не верили в бесконтактный бой, тогда получите шах, мат и рыбу. В этом феноменальном поединке Макдэниел перевел Джеймса Вейка в партер и начал добивать сверху. Но Вейк хорошо защищался и даже попытался провести болевой на руку. Но Макдэниел решил подняться и продолжить бой в стойке, что было его фатальной ошибкой. Он-то наивный не подозревал, что Джеймс долгие годы постигал бесконтакт в подвалах 33-й школы у 170-килограммового старорусского мастера. Поэтому как только оба бойца оказались на ногах, Макдэниел получил энергоудар и улетел к праотцам. Когда у тракториста кончается топливо, ему приходится ехать трезвым. А когда у бойца есть выдержка, он становится великим. В этом поединке я бы хотел обратить ваше внимание не на сам нокаут, который, между прочим, у Кушагова получился четким и жестким, а на то, что он не стал добивать Маркоса, который бездыханным телом свалился на сетку клетки. Хотя по всем правилам и понятиям мог это сделать. Красавчик! Нокауты бывают прекрасные, а бывают ужасные. Прямо как этот. Боец в синих перчатках очень четко пробил правый кросс, отчего его соперник просто закляк как статуя. Но не упал, за что получил еще один правый в челюсть. Но статую сломать невозможно, поэтому мужик просто остался стоять без сознания, упершись в сетку, пока рефери не остановил бой. Рожденный ползать везде пролезет, а рожденный бойцом сдаваться не хочет. Прямо как Бургас в поединке против топового ударника Барбозы. В одном из моментов, когда бойцы в очередной раз подбирали дистанцию друг к другу, Барбоза выбросил простую, но эффективную комбинашку с двух рук. Поначалу казалось, что Бургас легко съел эти удары и ничего страшного не случилось. Но иногда тело берет вверх над волей, и через пару секунд ужаленный боец попятился назад и рухнул на канвас. А обрадованный таким подарком Барбоза бросился добивать его сверху. Есть люди, у которых машина все не заводится и не заводится, а они так хотели завести ее с самого детства. А бывают бойцы, которые все получают и получают, хотя вроде уже и не хотят. Прямо как в реванше Майкла Чендлера против Брокса, который пообещал поквитаться за поражение в первом бою и сделал это как нельзя лучше. После очередного обмена Чендлер отошел к сетке и начал показывать руками, что больше не хочет драться. Но рефери отнесся к этому как нормальный батя к сопляку и сказал «Дерись, тряпка!». Чем и воспользовался Брокс, насыпав еще кучу уже лишних ударов. Глубокой ночью и собачий помет не пачкает, а в хитросплетениях болевых приемов и сами бойцы не могут разобраться. Не то что рефери. Мы все видели моменты, когда бойцы после нокаутов или удушающих, будучи в Астрале, боролись с рефери. Но Люк Нейлон, после удушающего мощными ляжками Джейсона Брауна, улетел в свой прекрасный мир, где он чемпион чемпионов и продолжил бой лежа на канвасе в полном ауде. Какой бы сильный ни дул ветер, горы останутся на своем месте. А какие бы слова ни говорили друг другу бойцы, после боя они должны проявить уважение. Но так думают не все. Карл Франц провел отличную комбинацию и отправил Бонтарина в Астрал, с которого он выходил пару минут, наслаждаясь цветными мультиками. Но после победной пробежки вокруг клетки, Франц наклонился над поверженным соперником, как будто хотел его добить еще раз. Но рефери вовремя вмешался и не дал свершиться такому трэшу. Бывает только сядешь поработать, как кто-нибудь тебя разбудит. А бывает выйдешь в клетку подраться, так кто-нибудь усыпит. Прямо как это произошло с Грейси, который пропустил хорошую плюху от Мэмена. И наверное решил, что с него хватит, развернувшись и направившись в свой угол. Но дойти ему так и не удалось. В 18 лет даже Чупакабра привлекательно. А в карьере каждого бойца бывает бой, когда он блистает, как в 18 лет. Именно такой поединок продемонстрировал Чарльз Оливейра против Свонсона. А феноменальный удар правой корягой, который четко дошел до цели, заставил весь зал аплодировать стоя. Вы наверняка уже видели немало нокаутов с задержкой во времени. Но это все равно не перестает удивлять. В поединке Коди Весфола против Бридо зрители снова насладились именно таким нокаутом. Когда Коди четко зарядил правый оверхенд Бридо, тот в свою очередь сознанием хотел бой продолжить, но тело сказало «хватит» и уверенно побежало назад. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой нокаут вас удивил больше всего. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы, вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки «подписаться», увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, а также посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. «Пика!» «О-о-о!» «Защита! Нога же держит! Я просто два! Переваживайтесь!» «Товы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять и у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь!» «Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи!» «Нас окружили волки!» «Начинаем танцевать и отбиваться соответственно!» «Хоба! Хоба! Хоба! Вот так!» «Хоба!» 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 «Хоба!»